Доброго времени суток, друзья! Прошло уже достаточно времени для того, чтобы проанализировать и объективно, без эмоций, поговорить об итогах выборов в Калмыкии и причинах провала на них партии «Единая Россия». Почему провала? Давайте разберемся! Для наглядности начнем свой анализ издалека. Проиллюстрируем особенности результатов выборов в Элисте за два последних избирательных цикла. Итак, выборы в Народный Урал в 2013 году. «Единая Россия» набирает 39% голосов и получает большинство мандатов в парламенте. Обратите внимание на 11% голосов, полученных партией «Гражданская платформа». Такой результат партии был получен во многом благодаря поддержке Игоря Кичикова. На выборах ВГС в 2014 году «Единая Россия» набирает еще больше – почти 48% голосов, а партия «Гражданская платформа» набирает те же 11% голосов, но уже благодаря поддержке Владимира Мацакова. В 2016 году желающих побороться на выборы в Государственную Думу не нашлось. Контроль отсутствовал и соответственно «Единая Россия» получила 57% голосов, максимальный для себя за все время результат. На выборах Урал в 2018 году «Единая Россия» снова побеждает, набрав 55% голосов, а место «Гражданской платформы» занимает «Справедливая Россия», которая получает поддержку от Намсыра Манджиева и набирает 13% голосов. На выборах в 2019 году остановимся поподробнее. Напомню, что тогда в один день состоялись выборы главы Республики Калмыкия и выборы депутата Фалестинского городского собрания. На выборы главы Бату Хасиков ожидаемо набрал более 80% голосов поддержки, как до этого в 2014 году и Алексей Орлов. Но такие цифры никого в Республике не удивили. От Алексея Орлова люди сильно устали. А Хасиков тогда был популярен и на выборах в упорной борьбе вырвал победу в бою с тенью у трех своих заранее подготовленных спойлеров. Отметим, что перед этим он, используя административный ресурс, не допустил к выборам своего единственного реального конкурента Намсыра Манджиева. Великий Тайгер Уудс, отвечая на вопрос о значении победы для спортсмена, как-то сказал «Многие утверждают, что самое важное в победе – это победа. Чушь, самое важное в победе – это то, над кем она одержана». Известно, что история всегда повторяется дважды – первый раз в виде трагедии, а второй – в виде фарса. А вот на выборах ВГС оппозиционные партии набрали почти столько же голосов избирателей, сколько и Единая Россия. Такое на выборы в Калмыкии случилось впервые, но эйфория от 80% голосов, полученных Хасиковым, похоже, заслала глаза кураторам из администрации президента. А ведь, если бы они более детально проанализировали данные из протоколов участковых избирательных комиссий, то, возможно, заметили бы, что результат Единой России уже тогда мог быть гораздо хуже. К тому же, из-за недобора голосов для получения квалифицированного большинства, кураторам пришлось по договоренности провести ВГС представителей КПСС и ЛДПР. Впрочем, это скорее была награда за их спойлерство на выборах главы. Настоящей же оценкой деятельности Бату Хасикова на ответственном посту и показателем доверия населения к проводимой им политике стали прошедшие в сентябре 2021 года выборы депутатов Государственной Думы РФ. Возглавляемая Бату Хасиковым партия «Единая Россия» в Калмыкии показала наихудший результат в ЮФО, получив лишь 39,52% голосов избирателей. Для сравнения, Волгоградская область – 58%, Ростовская область – 51%, Астраханская область – 45%. При этом в столице республики в городе Лесте число проголосовавших за партию власти составило всего 26,66% и оказалось меньше, чем у КПРФ – 28,95%. Это абсолютно закономерный итог. Ведь два с половиной года невразумительной и неэффективной политики руководства привели и так наладон дышащую экономику республику к коллапсу. А общая социально-политическая ситуация в республике стала заметно хуже. Жители республики, поначалу радостно принявшие новость о назначении президентом России нового молодого руководителя, сегодня сильно разочарованы. Прогресса нет нигде – ни в достижении целей, провозглашенных в президентских посланиях и нацпроектах, ни в создании рабочих мест, ни в увеличении доходов и улучшении уровня жизни населения. В результате на выборах в 2021 году «Единая Россия» по сравнению с предыдущими выборами в 2016 году потеряла в абсолютных цифрах более 47 тысяч голосов избирателей, то есть больше половины голосов, а падение ее рейтинга составило больше 31%, что является самым большим падением результатов «Единой России» на выборах в стране. Необходимо отметить, что сами выборы были очень слабо организованы, а ЦИК РФ даже был вынужден отменить результаты голосования на одном из участков в республике еще в период проведения голосования. Плюс еще на десятке участков результаты выборов были оспорены в судах. В целом считаю, что одной из главных причин провала «Единой России» на выборы в Калмыкии явилась абсолютная неспособность администрации БТУ Хасикова правильно и ответственно организовать процесс подготовки и проведения избирательной кампании. Думаю, что своей кампании «Единая Россия» необходимо было в первую очередь ориентироваться на социально-экономическую повестку, на все, что касается заботы о людях, сконцентрироваться на помощи пострадавшим от пандемии, на конкретных делах, направленных на улучшение качества жизни людей. Именно это сейчас востребовано избирателями, а не околополитические дискуссии в социальных сетях и мнимая борьба с кланами. Большинству населения сегодня важно, каким будет их уровень доходов. Что они смогут себе позволить на эти доходы? Как улучшится их быт среда проживания? Это вопросы, на которые должна была отвечать партия и региональная власть в ходе избирательной кампании. Но «Единая Россия» почему-то так и не стала бороться за ситуативный электорат. Фактически «Единая Россия» в Калмыкии так в избирательную кампанию не вступила. Парадоксальная ситуация. Ресурсов у партии много, а лидеров общественного мнения в рядах «Единой России» в Калмыкии нет. Партийные списки «Единой России» по старинке формируются по родственным или чиновничьим разнарядкам. Вследствие чего «Единая Россия» не может предложить избирателям что-то свое – яркое и интересное. А нахождение в руководстве партии давно всем надоевших персонажей только отталкивает избирателей. Фактически нынешний рейтинг «Единой России» в Калмыкии можно охарактеризовать как стремительно падающий. И результаты выборов это нам наглядно демонстрирует. А оппозиция в Калмыкии напротив сумела консолидироваться и предложить избирателям как новые лица – лидеров общественного мнения, это участники наблюдательного полка, так и единого кандидата Санна Лугушиева с умным голосованием за одну партию. А полученные оппозиции на выборах результаты могут стать хорошим прологом к ее победе в 2023 году на выборах в Народный Урал. Что касается оценки работы власти, то агитационная кампания ни властями, ни «Единой России» фактически не проводилась. Учебные занятия с сотрудниками избирательной комиссии также не проводились или проводились с нереджащим усердием. Подавляющее большинство членов комиссии и сами избирательные комиссии оказались совершенно не готовы к проведению трехдневного голосования. Члены комиссии даже не знали, каким образом должны упаковываться сейф-пакеты с бюллетенями. Как признались многие из них, сейф-пакеты они увидели в первый раз только в день голосования. Вопиющим и отвратительным фактом стала инициатива Бату Хасикова и его администрации привлечь для давления на оппозицию членов различных молодежных бандитских группировок. Их попытки запугать волонтеров привели лишь к тому, что все подобные инциденты были мгновенно растиражены в социальных сетях и пабликах, что в итоге привело только к большому росту протестного голосования в последующие дни. В целом, непродуманная и откровенно слабая организация проведения государственно значимой политической кампании фактически дискредитировала власть в глазах населения и послужила веской причиной поражений Единой России на выборах. Считаю, что результатом дальнейшего нахождения Бату Хасикова на посту главы региона может стать полная утеря контроля со стороны центра за политическими процессами в республике. В статье приведены только официальные цифры, взятые из официальных источников, и они наглядно свидетельствуют, что адекватное государственное управление в республике фактически отсутствует, а социальная политика и экономика катятся в пропасть. Принимайте активное участие в политической жизни нашего региона. С уважением Максим и команда канала ЗАНО онлайн. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь нашим видео с друзьями. Это лучшая благодарность для нас. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok